Всем привет! Сегодня будем с вами готовить пирожки с ливером. Они получаются очень мягкие, с хрустящей корочкой, улетают со стола моментально. Если вам интересно, как приготовить такие пирожки, оставайтесь со мной и мы начинаем! Для начинки нам понадобится сердце, печень, можно взять легкое почки, лук, соль и перец по вкусу. Печень и сердце нужно отварить до готовности. Лук мелко измельчаем и обжариваем его на столовой ложке растительного масла до золотистого цвета. Для теста нам понадобится 300 миллилитров молока, 40 грамм сахара, 2 чайные ложки сухих дрожжей, 1 столовая ложка крахмала, 30 миллилитров растительного масла и 600 грамм муки. Приготовим опару. В теплое молоко высыпаем дрожжи, сахар и 2 столовые ложки муки. Все это перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы дрожжи начали действовать. Опара готова. Сюда мы добавляем 30 миллилитров растительного масла, столовую ложку соли. Все хорошо перемешиваем. В миску, где будем замешивать тесто, просеиваем муку. Сюда же отправляем столовую ложку крахмала. Делаем небольшое углубление и выливаем сюда нашу опару. Замешиваем тесто сначала в миске, затем на столе. Стенки, миски и дно смазываем подсолнечным маслом. Укладываем туда тесто, накрываем полотенцем и убираем на час в теплое место. Готовую отварную печень остужаем. Остывшую печень перекручиваем на мясорубке. Добавляем обжаренный лук, соль, перец по вкусу. Все перемешиваем. Итак, тесто готово. Выкладываем его на стол. Стол смазываем растительным маслом. Обминать тесто не нужно. Сразу делим на кусочки, на колобочки. Примерно грамм 60-70. Сворачиваем его вот так в колобки и откладываем, чтобы они у нас подходили. Теперь берем один колобок и раскатываем его в прямоугольничек. Раскатываем тонко, примерно 2-3 миллиметра. Теперь на один край выкладываем начинку и закручиваем колбаску. Слепляем края. Слепляем края. И защипываем бока. Прокатываем. И пирожочек готов. Проделываем то же самое со всеми остальными колобками. В сковороду наливаем растительное масло, так, чтобы пирожки скрылись до половины. Хорошо разогреваем его и опускаем туда пирожки. Жарим с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выкладываем обязательно на бумажную салфетку. Пирожки получаются очень мягкие, с хрустящей корочкой и очень-очень вкусные внутри. Желаю всем приятного аппетита! Готовьте и балуйте своих близких вкусной выпечкой. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова